Для того, чтобы организовать эффективный процесс отчетности любой компании, нужно сначала понимать, чего хочешь достигнуть, с чего начать. Сам процесс финансовых потоков или финансовой организации нужно разложить на составляющие элементы. А уже исходя из них, подбирать, строить модель, которая применима для компании, поскольку в компании могут быть разные средние, маленькие, большие, крупные, как наша компания, например, международная корпорация. А уже исходя из этого, после выбора модели, построения и применения бизнес-модели, подбирать соответствующую систему. Наша компания не стоит на месте. Соответственно, финансовые службы и вообще финансовые департаменты во многих компаниях, они происходят эволюционное развитие. На данный момент, что актуально для нашей компании, это построение эффективного управленческого учета. Я имею в виду разнесение затрат, на каком уровне это производить, следует ли это производить детально, до уровня подразделения бизнес-единиц по продуктам, либо это консолидировать на уровне группы. Я слышал много положительных замечаний, даже некоторую критику, или точнее даже предложения. Одно из предложений, например, очень много компаний сталкиваются с тем, что прошла уже наша компания. Может быть, просто это связано с докладом, именно применение или выбор финансовой системы для бизнес-процессов. И вот такой опыт интересен участникам, как именно практически выбрать правильно и применить систему для финансовых потоков, для построения финансовых процессов. Для меня преимущество заключается в двух вещах. Во-первых, мне было интересно послушать выступающих некоторых, например, Брокс и Статойл что-то для меня открыл новое, как применить систему ключевых показателей эффективности с каким-то отраслевой спецификой, что возможно будет воплотить и у нас. И во-вторых, это непосредственное общение с участниками и их критические замечания к тем процессам, которые выставлены в нашей компании. С организационной точки зрения форум организован на высоком профессиональном уровне, соответствуют и помещение, и организация, и время. Одним словом, профессионализм и интерес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!